Украина на переломах эпох. Так называется выставка, которая проходит в Манеже с 4 ноября. Вот что про нее пишут организаторы. Проект «Украина на переломах эпох» призван популяризировать историю, объяснить истоки современных событий, которые уходят корнями в глубину веков и являются частью неразрывной нити времени. Вход бесплатный. Экскурсии проходят каждые 30 минут. В начале экспозиции экран с якобы цитатой Ярослава Мудрого. В начале выставки большая экспликация. В ней упоминается о стене, возникшей между Россией и Украиной, общей беде, трагедии и сверхзадаче. Сначала разделить, а потом стравить между собой части единого народа. Первый зал называется Мариуполь. На экранах разрушенный город. На стене QR-код, который ведет на сайты с документальными фильмами. Залы со 2 по 6 рассказывают о периоде с 9 века до 2 половины 20. Мне в первую очередь в глаза бросилась эмоциональная окраска, которая не свойственна такой науке, как история. Но мы решили разобраться в сути написанного в рамках выставки. Для этого мы обратились к историкам, которые рассказали нам о фактах, показавшихся им наиболее интересными. В истории ложь существует во многих формах. Это может быть прямая ложь, то есть ложное утверждение. Вот таких ложных утверждений, при всем том, что текста на выставке для 10 залов совсем не так много, таких ложных утверждений есть, но не они составляют главную идею. Ну, что, например? Например, там, собственно, практически не одна выставка такого рода, а выставка-то, хотя во всех комментариях официальных СМИ просто как по шаблону встречает слово «уникальное», в ней ничего уникального нет. Такие выставки лепятся уже несколько лет, и все они, в общем, слеплены примерно по одному шаблону. Прежде всего, выставка «Украина на переломе» производит впечатление, конечно, не столько исторической, сколько сугубо пропагандистской. И это сразу бросается в глаза, когда мы видим стенд, который называется «Проект Украина, XIX век. Спецоперация автровенгерского штаба». Здесь приведена фотография руководителя штаба, некого австрийского генерал-полковника Бека Ржаковского. Но самое интересное, что здесь написано, что целью проекта являлось превращение гальских малоросов, великоросов и русинов в украинцев, причем слово «украинцы» поставлено в кавычки, и создание нового искусственного государства, буфера между Россией и Автровенгрией. Ну, видите ли, слово «Украина» и «Украинцы» присутствует в литературе задолго до Первой мировой войны, и, соответственно, задолго до автровенгерского генштаба. Хотя бы можно вспомнить тексты Николая Васильевича Гоголя, можно вспомнить творчество Шевченко. Я сознательно в данном случае беру двух уроженцев Украины, один из которых все-таки является автором украинской литературы, а другой именно русской литературы, поскольку писал он на русском языке. Но, тем не менее, оба достаточно широко употребляют слово «Украина» или «Украина». В общем-то, создатели выставки, они допускают, уж не знаю, сознательно или несознательно, такие вот прорывы искренности. И в одном из ступительных вот этих самых планшетов прямо сказано. Стена, возникшая в последние годы между Россией и Украиной, возникшая, да, взяла и возникла, просто сама себя построила, между частями, по сути, одного исторического и духовного пространства, это большая общая беда, трагедия. Чтобы лучше понять настоящее и заглянуть в будущее, мы должны обратиться к истории. В рамках выставки невозможно охватить все события, произошедшие более чем за тысячу лет, поэтому экспозиция повествует о ключевых поворотных моментах, о которых и в России, и на Украине важно помнить. Вот две последние фразы, они, собственно, вскрывают суть. Чтобы лучше понять настоящее и заглянуть в будущее, обращаться к истории не надо, потому что история может только запутать взгляд настоящего и будущего. Дело в том, что история человечества настолько сложна и многообразна, что ей можно оправдать все. И, собственно, обычно именно для этого ее используют. Какие-то сегодняшние устремления никак с историей не связаны, а связаны, как правило, с какими-то другими вещами, с имперскими аппетитами, со стремлением присоединить новые территории, по каким-то другим соображениям, с желанием направить энергию масс в другое русло. Маленькая победоносная война в 1904 году должна была предотвратить революцию. Мы знаем, чем все закончилось. Отсылка к истории способна только дать аргументы для того, чтобы сегодня оправдать какую-нибудь мерзость, чем, собственно, создатели выставки и занимаются. И вот они проговариваются, говоря о том, что, поскольку все мы показать не можем, мы покажем ключевые моменты. Вот в отборе этих ключевых моментов, собственно, и заключается главная ложь этой выставки. Причем, как в том, что было отобрано, так и, мне кажется, это даже более характерно, в том, что на выставку не попало. Вот мы знаем, что Херсонес, находящийся в черте города Севастополя, стали в последнее время называть таким сакральным местом для России, потому что там Владимир принял крещение. И более того, Владимиру даже поставлен памятник в Москве. И все это вызывает один вопрос. А Владимир был князем-то где? В Киеве. То есть, это, если уж сакральное место, то тогда, в первую очередь, для государства, столицей которого является Киев. То есть, для Украины современной. Как написал кто-то из вполне таких благостно-проправительственных комментаторов, низко удивляет уровень подачи. Такое ощущение, что это учебник пятого класса. Абсолютно согласен, действительно напоминает учебник пятого класса. Вот что, например, говорится о Рюрике. Рюрик, князь новгородский, родоначальник династии, в 862 году призванный славянами варяжский воин Рюрик, сел на княжение в Новгороде, с этого принято отчитывать историю нашей страны, стал родоначальником большой династии, вскоре после его княжения отправил дружинников Аскольда и Дира с войском в поход в Царьград. Ни слова не сказано о том, что каждое из этих утверждений, да, оно согласует с повестью временных лет, но историческая наука, она вообще несколько шире, чем просто изложение повести временных лет. Был ли Рюрик? На самом деле вполне возможно, что эта фигура мифическая, по крайней мере, до сегодняшнего момента, его не удалось отождествить ни с кем, из европейских деятелей, как не пытались, там и с Рориком Фрисландским, и с другими, но не вылезает он. Рюрик повести, я имею в виду в реальной биографии, так и интерпретации, вот зачем он отправил Аскольда и Дира, и так далее, и так далее. Об этом говорится обо всем как о факте. Для учебника четвертого класса это было бы, наверное, нормально, потому что маленькие дети не способны воспринимать сложность истории, но если выставка рассчитана еще на кого-то, это уже странновато. Седьмой зал называется «Украина, не Россия». Там мне удалось присоединиться к экскурсии. Учебники «За пятый класс», оцифрованная его версия, в двух зеленых цитатах, может, кто знает, что украинский сможет перевести, но мы ее уже перевели. Собственно, Александра Невского забывают и не считают за какого-то военного, такого главного стратегического князя. Считается, что Александр Невский, собственно, смоткнул и не воролся. Действительно, сила Даниила Галинского в большей степени были выброшены на то сражение с Данером Ангольским Игой, но заслуги Александра Невского в этот период забывать просто невозможно. Вторая цитата максимально превозносится Даниила Галинского, что он просто, собственно, почти бог. Еще одна цитата в этом учебнике – история Голодомора. История Голодомора в этом учебнике была переписана полностью. По материалу данного учебника Голодомор проходил только на территорию Украины, перед вольтой учебнике. А цитата в учебнике за 9 класс. Сколько это дети, получается, 15-16 лет? И в Международном образовании спрашивают, стало ли Украина свободной после освобождения оккупантов? Вопрос, каких оккупантов, и стала ли Украина действительно свободной? Полагается, что, видимо, оккупантов в лице нас. Пройдемте. Дело в том, что сам термин «малорусы» появился только в 17 веке, когда Украина была присоединена при Алексея Михайловича к России. Но мы иногда не задумываемся вот над чем. А что такое «малая Россия» и что такое «великая Россия»? Дело в том, что «малая Россия» — это исходный район становления Руси. Вот она «малая» — это ядро. А «великая Россия» — это уже то, куда Русь распространялась. Нам-то все кажется, что «великая» — это большая, а «малая» — это маленькая. Нет, здесь совсем иная этимология. Олег. Повесть временных лет рассказывает, что в 1882 году Олег — родственник Крязя Рюрика и воспитатель малолетнего наследника Игоря. На самом деле, был ли он родственником? Был ли Игорь сыном Рюрика? Большой вопрос. Ну, тут сказано с наследником. Окей. С большим войском подошел к Киеву, хитростью выманив из города правивших Аскольда и Дира. Сказал им, расправившись, сел править в Киеве, сделав его столицей древнерусского государства, да будет это мать городов русских. Давайте не забывать, что повесть временных лет составляется людьми совершенно определенного образа мышления, совершенно определенной функции. Это монахи Киева, Печерской лавры. Это представители греческой церкви уже после крещения Руси. Традиция греческой церкви — симфония с государством, то есть изложение, в частности, когда они занимаются изложением истории, они излагают совершенно определенную ее схему. Сегодня утверждать, что так оно и было, это значит, мягко говоря, лукавить, чтобы не сказать просто врать. Последующие десятилетия Олег посвятил присоединению новых территорий к Киеву, таким образом возникло, по сути, новое государство, которое в историографии принято называть Киевской Русью. Вот одна из больших путаниц, где-то сознательно, где-то, возможно, и нет, нынешнего времени заключается в жонглировании названиями. Хотя надо сказать, что такое жонглирование названиями абсолютно нормально для истории, ну, давайте сузим, до Европы, поскольку она нам лучше известна. Вот Англия, да, название хорошо нам известной части Великобритании, но восходит оно, к какому этнической племени англы? Немцы, да, это германские племена точно так же, как и саксы, в пятом веке нашей эры они, так сказать, подчинили себе до недавнего времени римскую колонию. Ну, и вот давайте возьмем, предположим, что нам с вами нужно подготовить выставку, которая доказывает, что и никакой Англии-то нету, и все это вот такой большой исторический фейк, а на самом деле это отделенная часть некогда единого народа. Ну, то, про что выставка вот эта вот в манеже украинская. Но это же очень легко сделать. Кто основал город Лондон? Разве коренные жители? Нет, конечно. Город Лондинь, он был основан римлянами, а название страны от племени англов, а в каждом третьем топониме название племени саксов, эссекс, вэссекс, сассекс, секс, вот это все, это не от отношений между полами, это от саксов, древнегерманского племенного союза. А название Франции, Франция, да, но франки, которые дали свое название этой стране, это германские племена, а называться она должна была бы Галлией, если бы мы хотели, чтобы это, так сказать, название соответствовало ее древней истории, что известно каждому, кто посмотрел мультфильм про Астерикса и Абеликс. Мандрусовское перемирие в Украине было довольно тяжело, воспринято как разрывание живого тела Украины. И известно ведь, что казачество обращалось к Петру Великому с просьбой объединить уже Украину под своей властью. Петр отказал, почему? Потому что для него был важнее союз с Польшей во время войны со Швецией. И он от Мазепа требовал, чтобы Мазепа унял казаков и заставил бы их подчиняться польскому королю. Совершенно недопустимые есть здесь обобщения, которые, например, представлены в небольшом совсем, видите, текстик-то, да, меньше нормального абзаца об Александре Невском. Здесь вообще только такой вот, так сказать, вывод итоговый, да. Александр Невский в русской истории и культуре стал не только образцом бесстрашного воина, мудрого политика, но и ревностного хранителя веры. Но дело в том, что в ревностного хранителя веры Александр Невский превращается посмертно трудами агеографов, то есть тех, кто составляет его житие. Когда сегодня говорит, что он смог сохранить православную веру, но дело в том, что на православную веру никто не покушался, потому что Орда, как известно, к вопросам веры была абсолютно индифферентна, отличаясь редкостной, надо сказать, веротерпимостью. А все вот эти известные нам по фильму Александр Невский утверждения, что если бы не Невский, то полчища, значит, католического ордена, хлынули бы на Руси, понастроили бы здесь костел, и все это ерунда полная. Все, кто занимаются чудской битвой, и вообще Ливонским орденом прекрасно понимают, что там произошло просто приграничное сражение, а никак не отражение огромного, так сказать, вторжения, на которое орден просто не был способен. Убедившись, что Мазепа перешел на сторону светского короля, Петр написал грамоту кашевому атаману запорожской сечи, призывая быть верным присяге русскому царю. После предательства атамана и части казаков Гетман отправил в сечь войска, подавившие бунт и полностью разрушившие крепость. Тем не менее, большая часть запорожских казаков осталась верна Петру Первому. Это тоже очень странный текст. Я так понимаю, что запорожскими здесь именуются вообще все украинские казаки, в то время как это не совсем так. Вообще, что такое запорожская сечь? Ну, мы представляем себе запорожскую сечь главным образом, я думаю, по знаменитому тексту Николая Васильевича Гоголя, по Тарасу Бульбе. Но надо же понимать, что никто из украинских казаков постоянно в сече не жил. По одной простой причине. В сечь не допускали женщины. Значит, пребывание в сече, и это как раз у Гоголя достаточно ясно показано, было, что называется, вахтовым. Вот, жил себе на Украине, так сказать, занимался хозяйством, потом отправился в сечь, потом опять вернулся домой. То есть запорожские городовые казаки, это все одно и то же. Кроме того, я не совсем понимаю насчет присяги запорожских казаков царю, потому что в Запорожье тогда ведь в состав российской территории это не входило. Видимо, все-таки не совсем запорожские имеются в виду казаки. Очень яркая цитата представлена в данном зале. Цитата Александра Сороженицына. 1998 год. Антирусская позиция Украины это как раз то, что нужно Соединенным Штатам. Это прямая проекция 2014-2022 год. Но стоит отметить, что этот штат необычного человека. Вы прекрасно знаете, что этот человек не приветствовал советскую власть и выступал радикально против нее. И человек, который не приветствует данную власть, говорит вот такие вещи. Я думаю, это достаточно такой весомый показатель. Пройдемте. Именно причины специальной военной операции пройдутся именно в Минских соглашениях. Еще займу секунду вашего времени в этом зале и прошу обратить внимание на данную фотографию. Она заинтересовала меня больше всего из всех фотографий в период 2014-2021 года. Январь 2021 года. Дети навитым, наверное, лет 10-11, а нашествие приуроченного 112-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры. То есть детям 10-11 лет закладывают голову и превозносят личность Степана Бандера как героя. Наверное, это самое страшное, что есть в данной системе. Пройдемте. О причине специальной военной операции говорить нет смысла. Вместо того, что они пройдутся именно в Минских соглашениях в той страшной статистике в период 8 лет Донбасса. Но хочется отметить, что 4 ноября, когда приезжал Владимир Владимирович Путин, встал здесь напротив причин специальной военной операции и сказал вещь, которую он говорит абсолютно всегда. «Да, поймите, пожалуйста, эта ситуация настала бы в любом случае. Она бы случилась не в феврале, она бы случилась в марте, в январе, в 25-м году бы это случилось. Но это бы случилось на нашей территории, это бы случилось на законах других людей. Все проходило бы намного жестче и намного страшнее. Наверное, лучше начать это сейчас, чем никогда. Лучше, конечно, этого всего не начинать, но ввиду того, что в той страшной статистике, прошу прощения, и ввиду ядерной угрозы нашей державы, действительно выбора нет. Поэтому проще это пройдет не на нашей территории и на наших условиях. Я попрошу вас пройти через фотовыставку Google. Но если вы слабо не начинаете, я попрошу вас в фотовыставку не заходить, я буду ждать вас с малопутом, так сказать, у сердца нашей быстро. Видно, когда такие у людей просто, пацанят, да еще. Я хоть что-то в жизни не видел, что он в 18 лет, что он видел. Люди находятся в горячей точке, они не знают, что будет через 5, через 10 минут, увидят ли они своих близких и родных. Но человек, находясь перед лицом смерти, говорит, что собственно, он-то для меня не враг. У нас им все единое. У нас дети, у нас сестры, у нас праздник, у нас язык ужасно похож. И, наверное, самое сильное, что есть в этих людях, это сила воли, наверное, который стоит нам всем с вами поучиться. Это то, что вы представляете, человек действительно не знает, что с ним произойдет буквально через секунду, а он говорит о том, что, собственно, мы за единый народ. У нас есть и так много общего, и мы боремся за один и тот же мир. Собственно, там есть как российский суд, там и выходцы Украины, насколько мы понимаем, они же для нас не враги. Жили семьи, дружили, 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 дружили. И как разница, это будет какой-то блин шаги. Наши поздники самостоятельно, он посвящен павшим героям в период 22-го года. Там, как и молодые ребята, девчонки, женщины, мужчины. Там, как и в жизни, в жизни, в жизни, в жизни, в жизни, в жизни, все общее. Многие воины, я так буду называть, украинские воины, пошли служить, кто-то получил повестку, не считал, можно свежать. Он берет только на судах. Чемпион по таким вот передергиваниям, табличка, посвященная Даниилу Галицкому, одному из князей Юго-Западной Руси. Здесь просто современный такой вот контекст исключительно дается. Опыт правившего Юго-Западной Руси князя Даниила Романовича Галицкого, современника Александра Ярославича, имеется у Даниевского, показал, что поиск союзника в Европе может привести к утрате духовного, национального и территориального суверенитета. Это абсолютно полная ерунда, когда понятия гораздо более поздних времен переносятся в XIII век, никакой утраты духовного суверенитета не произошло при Данииле Романовиче, потому что в результате территория, значительная часть территории нынешней Украины оказалась в составе государства, которое называлось Великое Княжество Литовское, и в котором православная вера еще пару столетий будет абсолютно на равных сосуществовать с верой католической, да, и только в XVI веке произойдет перемена вектора и начнется действительно постепенное католичивание. Так что никакой утраты, но самое главное, что вообще понятие суверенитета, которое сегодня кажется, что оно было всегда для тогдашнего времени, оно в таком смысле, в таком виде не существует. Это период феодальной раздробленности, период абсолютно нормальный в истории любого государства европейского типа и, кстати, многих неевропейских государств той же Японии, например. И там понятие суверенитета, которое начинает вкладываться в это слово с XVIII века, вообще отсутствует. Но, конечно, людям современным хочется думать, что все всегда думали так, как думаем сегодня мы. И вот в этом, конечно, и есть одна из главных лжей этой самой выставки. Своеобразный довольно текст про времена Елизаветы Петровны, потому что, понимаете, ну вот учреждение так называемой славяно-сербии, новой Сербии с сербскими переселенцами, ну для времен Екатерины это совсем, то есть для времен Елизаветы Петровны это совсем небольшая часть населения. И, собственно, серьезной роли в украинской истории, мне кажется, это все-таки не играет. А вот что касается Екатерины, то здесь, конечно, надо учитывать, что с одной стороны сказана правда о разгроме турок в ходе русско-турецких войн. Об основании городов Екатеринослава, Николаева, Одессы, Севастополя, все это правда. Но не надо забывать другого, что именно при Екатерине на территории Украины было распространено крепостное право, что значительная часть украинского казачьего была выселена на Кубань, что была разрушена Запорожская сечь, что было окончательно уничтожено гетманство. Понимаете, для России Екатерина, на мой взгляд, один из самых удачных правителей. Очень много сделался для остановления в России того, что позже будет называться гражданским обществом. А вот на Украине ее достаточно заслуженно не любят, потому что, так сказать, украинской автономии она удар нанесла колоссальный. Вот таким образом, мне кажется, что назвать эту выставку исторической было бы, ну давайте скажем, аккуратно, очень смело. Эта выставка сугубо политическая. Еще один пример передергивания, сильного передергивания. В планшете, посвященном деятельности царя Алексея Михайловича сказано, В середине 17 века в Малороссии, нет еще такого термина, но это, кстати, очень характерно, что авторы выставки всячески избегают слова Украина, просто как черт отладанно, да. Большая часть которой входила в то время в Речь Посполитую, вспыхнуло восстание, носившее характер освободительного движения. Его возглавил казацкий сотник Богдан Хмельницкий. Казаки не желали подчиняться польской власти, притеснявших и насаждавших католицизм. Вот посмотрите, мирные договоры, которых в течение трех лет этого восстания будет несколько. И по этим мирным договорам, Сборовскому, например, да, прекрасно видно, что казаки мечтали подчиняться польской власти только на определенных условиях. Все эти договоры обязательно содержат пункты о количестве реестровых казаков. То есть казаки хотели, чтобы с одной стороны Речь Посполитая сохранила им их самоуправление, это правда. Но с другой стороны взяла их на свою службу и платила им жалобия. Какая уж тут борьба за независимость. Но нам так выгоднее. Ну и вот про фигуру умолчания. Например, упоминается Екатерина II исключительно в связи с русско-турецкими войнами и так называемым проектом Новороссия. Здесь тоже есть свои перлы. Мне очень нравится императрица Всероссийской из династии Романовых. Екатерина II к династии Романовых никоим образом не принадлежит. Она на 100% немецкая принцесса. Ну хорошо. Образовала Новороссийскую губернию и дала ей название. Ну разумеется, дала, когда образуют губернию, ей дают название. Так вот, ни слова о том, что Екатерина II в начале своего правления отменила украинское гетманство. Опять-таки, в планшете об Алексея Михайловиче много и красиво говорится. Значит, гетманство стало автономным политическим образованием в составе русского царства. Сохранилось выборное казачье управление во главе с выборным гетман. То есть, как хорошо было процветать в Восточной Украине под мудрым, так сказать, правлением русского-то царя. И вот, отменяется гетманство. Что это, не важнейшая веха в истории русско-украинских отношений? Почему оно отменяется? Ни слова вообще об этом. Так что, я бы сказал, что это абсолютно типичная имперская выставка. В данном случае, я употребляю слово имперское не как ругательство, а потому что суть такая. Суть любой империи заключается в том, что любое приращение территории всегда благо. Империя так существует, она существует, прирастая территориями. Значит, все, что мы делали для приращения территории, все это благо, все это хорошо. А глупые украинцы почему-то этому сопротивляются. Но вся выставка создана, видимо, ради одного, ради десятого зала. Зала павших героев. Экскурсовод советует побыть там без ее рассказов и просто подумать о погибших. Вместо этого я решила поговорить с людьми, которые пришли на выставку вместе со мной. На самом деле, я вот уже шестой раз прихожу на выставку. Ответственно, понравилось. То есть, первый раз обзорно смотрю, а потом уже весьма досконально. То есть, как историю все-таки не очень хорошо, скажем так, знаю. То есть, и древняя ручка была мне очень интересна. А потом, какая тема очень актуальна, же трепещущая, связанная с Украиной. То есть, какие-то, что-то пополнить, знания какие-то, что-то вспомнить, что знала. Так что вывод только один, что, к сожалению, то, что случилось, оно подозревало уже давно. Ну, и по-другому быть не могу, но мы будем поддерживать на скорую победу. Как это должна быть мобилизация внутренне каждого человека и поддерживать нашу армию воену. Выставка понравилась, отражает все исторические моменты. Поэтому было интересно окунуться в историю, маленько разобраться в государстве, в Украине, которая сейчас существует. Ну, и вспомнить советское прошлое. А давно вы приехали сюда? Да, в 2014 году в Одессе, 2 мая, когда это все происходило, я была там. Позвонила дочке, не могла звониться. И для меня это было трагедии. Родилась я, конечно, в России и решила, что я там все оставляю. Доставила все. В 2015 году была в квартиру, приехала. Приехала в Санкт-Петербург. Другая институтская моя тоже не из Одессы, не живу здесь. Я сейчас, на данный момент, в гостях. Случайно узнали о выставке, пришли. Выставка просто супер. Многие наши, которые живут в Украине на данный момент, отвернулись. Говорят, что мы враги, что нам туда больше не вернуться. У меня есть родительские дома, у меня папа оттуда. У меня под Одессой стоит, но все мое детство, взрослое, так скажем, у меня юность проходила там. Для меня больно это все. Поэтому надеемся, что будет мир. Дай бог, конечно. Страшно смотреть на это все. Когда ты не знаешь. Я все видела своими глазами, когда в Одессе было куча убитых. Буквально за час лежала куча людей. Когда я им говорю об этом, как же, сколько лет война. С 14-го года у нас что творилось 2-го мая? Они говорят, а так это *** была. Хотя это совсем не так. Глупо и просто. Промытые мозги молодежи. К сожалению, это все долго длится. Нужно намного быстрее это все забирать, останавливать это. Потому что люди не могут понять, в чем. Почему так долго это все происходит. Совсем скоро выставку разместят в разных городах России. А в Мане же ее посмотреть уже будет нельзя. Но наша экскурсия останется тут, надеюсь, навсегда. Подписывайтесь на канал NoMedia из России, чтобы не пропустить следующие видео.